Все прекрасно понимают, что нужно что-то менять в нашем обществе, потому что с этим воровством мы дальше никуда не уедем. Нас просто обворовывают. Они пытаются менять, но ничего не выходит. Инициативная группа из садоводческого некоммерческого товарища-то-созидателя считают, их нынешний председатель Валентина Беломестного засиделась у власти и удерживает ее силой. И это полбеды. По мнению садоводов, женщина выстроила монополию и обворовывает представителей СНТ. На мусор 2 миллиона заплатили лишнего. То есть у нас, оказывается, существовало две конторы, кто вывозил с СНТ мусор. Одна официальный экостандарт, а другая какая-то подрядная организация, управляющая компанией Смирного. Садоводы даже не знали о ее существовании. Оказывается, мы им заплатили 2 миллиона рублей. Вы представляете? Холодная война в СНТ началась не так давно. Последние капли стали изменения в 217-м федеральном законе, касающемся деятельности садоводов. Согласно поправкам, работа СНТ должна быть максимально прозрачной и понятной для всех дачников товарищества. Председатель обязан каждому выдать бюллетень, который он почитает, ознакомится и поймет, что происходит в СНТ. Вот только поэтому, когда мы начали вникать и понимать, что все-таки здесь не совсем все честно, люди стали объединяться. Так появилась инициативная группа. Активисты стали требовать документы. Первое, что смутило, тарифы на электроэнергию. Многие годы садоводы платили по 3,5 рубля за киловатт. Дачники уверены, председатель самовольно прибавил рубль, объясняя это потерями. Да и в целом накипела непонятная система тарифов. Куда входит вывоз мусора, оплата электроэнергии, охрана, зарплата, содержание офиса и прочие расходы. Тарифы были сначала 900 рублей с сотки, потом 1000, 1100. Сейчас последний тариф, который в феврале на собрании предлагался на выбор, это 1300, 1500, 1700. Проголосовали садоводы за 1200 с сотки. Но это собрание было отменено судом, поэтому на данный момент тариф у нас не установлен. Не устраивает инициативную группу прием членских взносов в кассу, а не через банк. Что, к слову, противоречит закону. Смущает тариф на легковой автомобиль, на который в год за деньги садоводов, по их же словам, уходит порядка 54 тысяч рублей. Большой пробел в системе сбора подписей во время заочных голосований. Я была лично свидетелем, как сидит какая-то женщина, я не всех членов правления не знаю. И она говорит, вот у нас проводятся заочные собрания, вот здесь вот надо поставить галочку, вот здесь вот надо поставить галочку, вот здесь. И бабули для того, чтобы получить справки, ставят все, как они скажут. И боятся лишней какой-то сказать информации. До такой степени собственность, как будто это ее. По словам активиста, Валентина Беломестного перестала выходить на связь. Да и вообще ни во что не ставит садоводов. Сбор заполненных решений будет осуществлять члены. Кто вы такие? Мы инициативная группа. Вы не имеете права никакие сборы решений собирать. Хорошо. А у нас нет доверия. Будет проводить, без разницы, будет проводить, если проводить, только правление. Хорошо. Устав это терпеть, инициативная группа сама собрала внеочередное заседание. Это возможно согласно букве федерального закона, при условии свыше 50% голосов от числа всех товарищей. В СНТ-созидатель сегодня зарегистрировано около 3000 человек. Заворовалась, заворовалась она. Да, вышла из доверия. Из доверия садоводов она вышла. То есть доверие она потеряла. И не хочет общаться. И не хочет общаться с садоводами никак. День не списывает, работы нет. Отчитываться не хочет и так далее. И тогда было принято решение, давайте выберем другого председателя. Собрали 600 подписей. Голосование состоялось. Председателем избрали Александра Поспелова. Однако председательствовать ему было суждено недолго. Всего две недели. Чердаклинский суд признал недействительным решением неочередного собрания активной группы. Похлопотало беломестного. И сейчас Валентина Михайловна в соцсетях выкладывает такую информацию. То, что она стала председателем на основании решения суда. То, что суд отменил наше собрание садоводов и ее восстановил в правах. А мы ее тоже отменили. А февральское собрание суда тоже отменили. И мы не можем занять, кто же ее восстановил-то в правах. Садоводы обращались за помощью к эксглаве и новому руководителю Чердаклинского района. К начальнику УМВД в регионе. Цель для них одна – добиться честных выборов. От лица садоводов мы хотим честных выборов. Чтобы выбрали достойного кандидата на должность председателя. Чтобы садоводство работало по 217-му федеральному закону. Сама беломестного не скрывает, что занимает должность председателя 13 лет подряд. Но все по закону. В 2020 году было собрание отчетно-выборное, где также на очно-заочном собрании меня выбрали председателем. Но инициативной группой в лице Тарасова Андрея было это собрание оспорено. Мы подавали на апелляцию, что-то апелляцию очень долго рассматривали. Это точно так же. Их собрание полностью разгромлено судом. Апелляционный суд состоялся на днях. Оставили все без изменений. Таким образом, у СНТ-созидателя сейчас нет законного председателя. Беломестного возглавляет товарищество согласно решению 2018 года, которое никто не оспорил. С обвинениями инициативной группы женщины не согласны. Считает, активисты могут только кричать о реальных предложениях, от них не дождаться. А она всегда открыта к диалогу. Вообще не пойму, что им надо. Я только единственное поняла, что им надо власть. Вот власть им надо. И любыми путями им надо влезть. Нет, чтобы пришли, помогли что-то. Пришли бы, помогли. Давайте организуем то, давайте вот это. Предложения какие-то. Они ничего не выстраивают. Беломестного ее команда сейчас готовит положение о выборах председателя. Новое голосование за кандидатов планируется на конец апреля-начало мая. Говорит, что устала. И тоже желает честных выборов. Подчеркивая, что такими они были всегда. Вот у меня и смета, и экономическая эффективность. Вот все готовим. И положение о выборах. Мы все это уже подготавливаем. Все рассматривали на правлении. Все смотрим, все обсуждаем. Поэтому нам вот кричать, ходить где-то нам некогда. Нам надо работать. И мы работаем. О власти и о дележке, как они говорят, речи никогда не было. Пока стороны конфликтуют и судятся, в СНТ зреют реальные бытовые проблемы. Дачный сезон близко. Первым делом для удобства садоводов необходимо почистить дренаж. На 14-й, на 15-й линии ходи поставили колодцы. Все равно у нас после дождя невозможно проехать. Большие лужи. И также перебои по электричеству. Садоводы с 1 по 8-й линии жалуются. Решить нам надо остро проблема, но она нерешаемая. Это чистка озера. А почему нерешаемая? Нерешаемая, она очень дорогая. Садоводы не будут собирать. Чистка озера, это было лет 7 назад или 6. В то время 5 миллионов стоило. В региональной ассоциации садоводов о проблеме СНТ в курсе. Они готовы разъяснить и помочь проведении собрания согласно закону, чтобы оно было легитимным. Мы разработали форму бюллетеня, голосовали, заочные формы, оповещения. Все зависит, конечно, от правления и от руководства СНТ, да и от коллектива в целом, конечно. Как они будут проводить активную эту работу. С 23 по 25 апреля в Ульяновске пройдет Всероссийский съезд садоводов, где одним из главных вопросов станет проведение легитимных выборов. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Герман Баранов. Специально для Улправда ТВ.